ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, я приветствую наших дорогих николаевцев и хочу сказать, что не случайно вы обратили внимание на то, что плотный график празднования 227-й годовщины создания Николаева мы видим сейчас. Каждый день в вашей передаче будут наши гости рассказывать конкретно о каждой из этих позиций праздника, об отдельных мероприятиях. Я же сегодня хотела бы остановиться именно на мероприятиях, которые пройдут на улице Соборной. Ведь это улица в качестве уже совсем нового сердца города, куда стекаются все хорошие настроения, все наши николаевцы. Когда им хорошо, когда им плохо, они все приходят именно на Соборную. И очень знаково, что в этом году именно улица как Соборная, со своим новым названием, то есть исторически определенным изначально, встречает николаевцев именно фестивалем николаевских услуг. Тоже обновленным фестивалем, скажем так, потому что всегда была ярмарка, а теперь уже будет немного другой вид. Вы правы, всегда были выставки, всегда, никогда она не пустовала в дни города. Но вот 10-го числа, в эту субботу, будет особенно, она будет выглядеть особенно. Я советую всем николаевцам посетить ее. И мы сейчас даже определенные кварталы будем рассматривать, что где будет. Совершим некоторое такое визуальное виртуальное путешествие по этой улице, и я расскажу, что планируется. Конечно, будем надеяться на хорошую погоду, но, как говорится, праздник состоится все-таки при любой погоде. Так, с какого квартала? Если с проспекта Центрального, проспект Центрального, квартал Соборный от проспекта Центрального до улицы Адмирала Макарова. В красной маршруточке доехали и пошли. Доехали, вышли с хорошим настроением, улыбкой. И по Соборной пошли. И сразу же, я думаю, все будут удивлены таким обилием машин, самых различных модификаций, стилей от ретро до фьюжн. То есть, сейчас здесь квартал у нас будет автоквартал. Настоящий автофурор. Этим кварталом, в общем-то, квартал этот формирует управление по развитию потребительского рынка Николаевского городского совета. Уже традиционно сюда съезжаются все новое, все лучшее, все самое интересное, то, что может приехать на четырех, на двух и на трех колесах. Поэтому приходите посмотреть, сфотографироваться, все дает все потрогать, постоять рядом, посидеть за рулем. Дальше улица Адмирала Макарова-Шевченко. На этом отрезке Соборной весьма интересный квартал. Можно сказать, что впервые, я не помню, на моей памяти, я не помню такой организации улицы Соборной. На этом квартале уже с 12 часов и до 15 будет работать настоящая выездная диагностическая поликлиника для Николаевцев. Представьте, можно прийти и погулять, и все увидеть, и еще позаботиться о своем здоровье. Я сейчас буду перечислять, что можно будет диагностировать данные в этой поликлинике. Можно будет смерить давление, рост, вес и тут же получить консультацию терапевта. Можно будет определить уровень сахара в крови и получить тут же по живому следу, что называется, консультацию эндокринолога. Можно будет пройти тест на гепатит и ВИЧ-инфекцию. И консультация инфекциониста, и то тестовое, и послетестовое будет вами получена. Также будет работать флюорограф на колесах и женская онколаборатория. Дети тоже, пока родители заботятся о здоровье, дети будут тоже оздоравливаться, потому что их будут угощать фито-чаями и кислородными коктейлями. Подростки смогут получить консультацию психолога. Ну и для людей активных, заботящихся не только о своем здоровье, но и о жизни и самочувствии окружающих, вот для них как раз будет стоять такая специальная обучающая машина, и будет в течение дня проходить постоянно, вот будет набираться группа, и будут проходить тренинги по оказанию доврачебной помощи пострадавшим. То есть еще будет очень неправильно. Да, с очень такими натуральными муляжами. Все это будет интересно, познавательно. Мне уже интересно. С 12 до 15, запоминайте. Но на этом квартале чудеса со здоровьем не заканчиваются. У нас еще здесь же представляют свои услуги все учреждения под ведомственным департаментом труда и социальной защиты населения. Опять-таки Николаевского городского совета. Здесь и областной центр занятости, так же как партнеры праздника. То есть оздоровились, можно и на работу пойти. Они будут поработать, будут представлять, чем сегодня могут помочь эти службы простому горожанину. Кстати, вот концепция сегодня города – это николаевцы, люди города, которые являются и сегодня, и завтра, и будущее нашего города. Идем по кварталам дальше. Нет, я еще немножко остановлюсь, что департамент, казалось бы, ну что может департамент труда и социальной защиты. А вот посетите этот квартал, и вы увидите, что будут мастер-классы проводить, оказывается у нас есть университет третьего возраста, это для пожилых людей. И будет представлять свои мастер-классы детский центр реабилитации «Цветик-семицветик», как работать с детьми со специальными потребностями, что с ними можно делать. Можно будет, будут информационные такие столы, можно будет оформить даже заявление на субсидию. Можно будет ознакомиться с теми пособиями, которые сейчас действуют. То на день города можно получить удовольствие и субсидию. Да, это действительно так. Ну и еще можно будет ознакомиться также с предприятиями, которые ну очень редко выходили, в общем-то, придавались публичности. Допустим, у нас есть такое протезное предприятие, которое славится на всю Украину. И вот оно тоже будет презентовать свою деятельность именно в зоне локации Департамента труда и социальной защиты. Пойдем дальше. Улица Шевченко, улица Потемкинская. Этим кварталом занимается управление, опять-таки, развитие потребительского рынка. И здесь самое интересное, вот смотрите, на каждом квартале есть своя изюминка. Здесь уже с 12 часов будет готовиться новый рекорд Украины. Мы только вот были на день Державного прапора Украины. Мы видели, как готовился рекорд для книги рекордов Гиннеза Украины с выходом судов, с национальной символикой. А 10 числа будет готовиться самая длинная шоколадная колбаса в Украине. Основатель мастерской бельгийского шоколада, пан Шоколатье Николай Данцев готовит рекорд для книги рекордов Гиннеза Украины. Самая длинная шоколадная колбаса. Приходите поддержать пана Шоколатье. Ну, также на этом квартале можно будет, опять-таки, традиционно всеми любимые пчеловоды. Можно будет купить качественный мед, продукты пчеловодства. Есть еще и развлечения, просто невероятные развлечения. Начинают так вагримой, заканчивая шестиметровыми трансформерами. Приходите посмотреть. Ну, я думаю, Николайцы уже начинают записывать. Если не записывают, то хотя бы записывают весь наш разговор как-то на диктофон себе. И что я еще ценного отметила на этом квартале управления по развитию рынка, это будет презентация проходить 12 предприятий, которые работают в сфере, в области технологии энергосбережения. Сейчас система очень актуальна. Очень актуальна. В свете наступающей зимы. Можно будет тут же пощупать, посмотреть, увидеть, рассмотреть пеллетные котлы, светодиодное освещение, приборы для светодиодного освещения, ветрогенераторы, утепление пеной. 12 предприятий. И вот можно будет действительно там просто остаться на весь день города, я думаю. Так, идем дальше, что у нас такова улица. Переходим, да, переходим. Улица Шевченко, улица Потемкинская. Что там будет интересного? Нет, пошли дальше. Это улица Потемкинская, улица Большая Морская. Я же думаю, вроде на Шевченко уже были. Да, да. Этот квартал не случайно получил название «Созвездие спортивных побед». Этим кварталом занимается управление по делам физической культуры и спорта. С 11 часов, несмотря на то, что весь выставочный городок, в общем-то, начинает работать с 12 часов. Они правильно сделали, чтобы у себя сначала всех увидеть. Саккумулировать всех гостей. Вначале у себя. С 11 часов начнутся рекламные акции с презентацией спортивных школ и спортивных учебных заведений. А с 12 часов уже начнутся показательные выступления. Причем Николаев славится нашими спортсменами. Это будут действительно показательные выступления не только лучших спортсменов города. Это действительно лучшие спортсмены страны. Да, по результатам тем, которые они привозят, победы в Николаев. Да, лучшие уже не только и Украины даже. И главное, что в этом году нам дадут, нам, горожанам, гостям праздника, дадут возможность стать не только его гостями, но и участниками. Будут стоять спортивные, ну как принадлежности, допустим, спортивный инвентарь, где можно будет себя попробовать и бейсболистам. Можно будет посидеть, покрутить, попрощать веслами в настоящей лодке спортивной, да, для академической гребли. Можно будет пофехтовать. В общем, попробовать себя. Можно почувствовать себя настоящим спортсменом-олимпийцем. Попробовать себя еще и на этой стезе. Улица Большая, Морская, улица Спаская. Это квартал Каштанового сквера, это квартал развлекательных программ. Готовит его праздничных, и не только развлекательных, но и тематических, и гребедческих. Это, по-моему, является и зелененькой всего. Сердцем, центр, тоже центр самой улицы Соборной. Поэтому никто из горожан, ни проходящих от Адмиральской, ни от проспекта Центрального, конечно, не пройдет мимо. Здесь также будут выставки, презентации школ эстетического воспитания, общественные организации, которые работают в направлении культуры и искусства. И хочу обратить ваше внимание, что на площадке концертной у Святого Николая с 14 часов идут интереснейшие мероприятия до 20.00. Это в 14 часов начинается старт, идет старт спортивно-краеведческого квеста «Тайны города Энн». Каждый участник квеста получит по нескольку подарков, памятных, праздничных. Ну, а дошедшие до конца, причем первые две команды будут награждены действительно хорошими подарками. Так, и экспресс идем дальше. Что у нас там еще по кварталам? Что еще осталось? Ну, еще скажу, что касается сферы услуг и презентации услуг, не пройдите мимо и дождитесь 14.30, когда начнутся подряд три церемонии бракосочетания торжественные. Настоящие невесты, настоящие женихи. Это первая байкерская свадьба, вторая это будет регистрация в европейском стиле и третья регистрация это в нашем украинском национальном стиле. Вот так говорить покажем весь. Да, затем парад карапузов, парад невест и замечательная интерактивная танцевальная программа. По 40-50 минут будут идти интерактивные блоки, где будут выходить тренеры танцевальных клубов и танцевать с горожанами. Но об этом отдельная будет для этого встреча и расскажут организаторы. По времени, да, смотрю. Давайте мы экспресс еще буквально, если ещем. Еще, еще. И у нас дальше Большая морская спаска, квартал Каштанова, Сквера. Уже к Адмиральской присутствии. Подходим, что у нас там? И у нас остаются кварталы управления по делам семьи, семьи, детей и молодежи. На этом квартале больше 20 общественных организаций и фондов тоже презентуют свою работу. В частности, хочу обратить ваше внимание, что выходит сюда с презентацией и фонд молодежного кредитования, а также координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи молодежи, которая находится на Космонавтов 61. Вот они тоже будут выставлять свои информационные столы. А на квартале управления образования, это Никольская и Адмиральская, на этом квартале будет целая галерея просветительских услуг нашего города. Впервые будут выставляться зоны презентации и всех учреждений учебных профтехобразования, начиная от дошкольных, школы и профтехучилища, колледжей. Точно так же в каждой зоне будут информационные столы и можно будет, в частности, записаться в очередь, встать на место в детском саду и так далее. Ну и, конечно же, мастер-классы по всей, вы видите, везде будут мастер-классы, просто по центру улицы Соборной. Но это еще раз говорит о том, что Николаев действительно город мастеров, которые всегда готовы поделиться мастерством, опытом, знанием и душем. И я смотрю, что в 19 часов у нас будет потом уже на Адмиральской концерт праздничный, правильно? В 19 часов концерт, вечерний концерт с участием, вы видели афиши с участием звезд, настоящих звезд и нашей Николаевской и украинской эстрады. Да, и других артистов. Ну, спасибо вам большое, хотелось бы сказать. Я думаю, наши гости заинтересовали абсолютно всех николаевцев, никто не останется в стороне. Можно по улице будет несколько раз, я думаю. Мы благодарим, что вы действительно сообщили о том, какие мероприятия будут проходить в День города, нашего города Николаева.